всем привет я павел ежов и сегодня мы поварим пиво и можно было бы назвать так кликбейтно как любят в интернете что варим пиво по классическим рецептам советское пиво там типа дешманское нет мы будем варить все-таки качественное пиво а советское и вот то пиво как раньше она была все-таки некачественное и вот это вот ностальгирование такое прот по тому самому жигулев скому которая варилась 50 процентов не соложенки и все это на ферментах ну нет вот не надо такое пиво варить и пить давайте будем вкусно и качественное но от всех от этих старых рецептов мы решили оставить дешевое сырье потому что если вот вы помните когда или смотрели вот в роли да когда мы с моим товарищем коммерческим пивоваром варили классическая такой немецкую пшеничку до против рецепта чата g5 мы использовали достаточно дорогие качественные ингредиенты и нас так закритиковали вот нашлись такие люди которые сказали чё бендевальд лалимант да вы типа совсем там зажрались и вот не надо вот этого всего вы ребята в россии живете они в германии вот и варите пожалуйста из того что вот есть вот как-то исправляемся значит мы посидели подумали и родился вот такой вот вот рецепт значит это будет венская венская это все-таки прародитель жигулевского качественного жигулевского и венская качественная венская ингредиенты базовый солод пилсон бск россия можно найти дешевле и дешевле эта приволжская мельница но он продается только большими мешками я не нашел вот еще дешевле то есть это самый дешевый пилсон который я нашел в санкт-петербурге естественно естественно только отечественный хмель это подвязный и московский ранний дрожжи я не нашел советских дрожжей да но это самые дешманские самые лагерные самые дрожжи вот bf16 которые самые дешевые самые дешевые которые я смог найти единственное но вот их хотя бы немножко надо будет разбродить все таки стартер какой-то сделать bf16 ну и дальше в принципе все увидите рецепт прочитаете до 33 процента это венский солод естественно да капелька пшеничного вот буквально капелька капелька пять процентов мюнхенского от из советских рецептов тоже такая хитрость пищевая сода накип мы добавим буквально один-два грамма пищевой соды да то есть мы повысим щелочность мы повысим накип чуть-чуть ph и вот это вот сода она как раз вот округлит вот этот вот солодовый весь вкус подчеркнет вот помните как ну помните да в кино может быть помним как пиво из салоночки подсаливали да вот вот такие вот по советскому вот собственно говоря то же самое повышали всю вот эту вот щелочность да для вот вытягивали солодовый вкус мы его вытянем на кипе будем бороться с белком я предполагаю что здесь будет много белка здесь будет невысокая экстрактивность но тем не менее это вот такая задача то есть да повторюсь это вот рецепт от коммерческого пивовара мы будем следовать ему page 51 на начало затирания ну и все да и дальше будем бродить медленно печально будем делать диацетиловые паузы будем поднимать отпускать схема брожения тоже достаточно интересная ну собственно говоря она обусловлена работа этих дрожжей ну и наши небольшой хитростью поехали будет интересно для того чтобы еще более аутентично было моё пиво и со всеми оказаться в равных условиях видите я показываю дырку да я варю на гамбринусе без миксера вот мой затор у затор господи затор засыпь то есть только лопата пивовара мы все ну насос насос до насоса не могу отказаться соответственно будем мешать лопаткой я не смог заставить себя варить сусловарочном котле на ну автоматика все-таки но не могу я без автоматики уже как-то отвык а так все аутентично все как раньше значит пока вода у нас греется готовим заторную воду грамм брютана 2 грамма хлорида кольца ну вот 518 до паш 517 но учитывая точность все-таки моего прибора до погрешность я считаю что это прекрасно ортофосфорная кислота справляется этого дрожжики крутятся в общем все процесс идет красота вот такое вот первое сусло давайте померяем ну-ка 15 16 почти 17 почти 17 гидромодуль был 3 1 и я не использовал никакого читерства смешалкой очень хорошо прямо очень хорошо промываем 10 литров промывочной воды потом разводим все это до 10 процентов и вперед варить вот они 38 литров сусла и 2 грамма соды прямо туда и переходим кипячения вот как дрожжики хорошо и бодро заработали прям загляденье вот китайское чудо так что тут у нас на где-то 10 9 у нас температура она так и болтается от 10 до 11 и но в районе 6 до мы сейчас вроде не могу сказать что прямо красивый прозрачный цвет но прямо видно что еще такое активное брожение идет до напоминаю прошла неделя всего лишь за неделю дрожжики подъели все коротенькие сахара им хорошо вот 6 с 12 до 6 все подъедено и теперь начинается вот эти мучительные две недели когда мы будем доедать оставшиеся два процента диацетиловая пауза и поднимем градусов до 14 например до постоим сутки на 14 и потом опускаемся туда уже вниз 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 так желатин пищевой две таких вот ложечки без горки стакан раз два стакана с горячей воды размешиваем и туда болтых фермент и отчаянно охлаждать все у нас последняя ночь перед переливом в кеге так ну что лагерь в целом даже не отвратительный я бы сказал даже неплохой но конечно ему не хватает прозрачности то есть не желатин не все эти извращения с водой ничего его не спасли то есть да если солод показал хороший выход именно по сахару то все-таки по белку все отработать нормально не получилось что мы берем отбеливатель с активным кислородом чудо фильтр кегландовский да и прямо чайник ну то есть вот это не то что вот кипяток на такое близкое кипятку на что мы делаем мы пару ложек этого активного кислорода ну или так вот можно засыпать как бы неважно ну то есть прямо так вот не стесняясь не стесняясь сыпьем сюда этот самый наш отбеливатель вот он там и здесь везде прекрасный так и прямо чайником горячейной водой все вот это дело заливаем вот наш пузырь все и закручиваем прекрасно прекрасно в этом вовсю идет реакция замечательно пускай теперь все это добрище дезинфицируется и соответственно остатки кипятка вот в маленький такой промывочный кек с которым дальше мы будем работать ну и собственно говоря из которого мы будем промывать весь этот фильтр и как раз время экспозиции ровно до тех пор пока не закипятится второй чайник а сейчас покажу поближе смотрите ведь какая реакция идет я специально не плотно закрутил фильтр вон там и как все очищается и как все дезинфицируется он 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 прямо видно через краю такая вот идет реакция соответственно это не химия то есть на это кислородная дезинфекция это все достаточно безопасно мы промоем потом естественный продуем этот фильтр но здесь нету чего-то такого экстраординарного самое худшее что может случиться то что это кислород который попадет в наше уже готовое пиво да ну для этого мы будем все промывать и вот здесь вот у меня вот такая вот приспособа я вам покажу для чего сейчас в перекиси все фильтр подготовили сейчас закончим его дезинфекцию минут 15-20 экспозиции хватит и перейдем к переливу из цкты так значит как выглядит сборка на кек на выход устанавливается вот такая вот штучка от кегланда да то есть когда кек полностью будет заполнен пивом шарик сюда поднимется и закроет выходное отверстие соответственно предварительно кек продут углекислотой дальше мы идем фильтр и фильтр уже подключен к выходу цкты сверху цкты поддавливаем углекислотой соответственно так достигается бескислородный весь вот этот наш перелив пиво но что то вам сказать про венский лагер три с половиной где-то конечная плотность сейчас я покажу в проверки какая чертовски привлекательная прозрачность да вот вот какой-то пузырек там бежит я всегда говорю что не делайте дома лагеры это не то что вот удовольствие от пива это какое-то испытание себя до идеально сбалансирован не сильная карбонизация и ему еще хорошо бы постоять месяцок в кеге что я и сделал собственно говоря за счет того что венский солод получается вот такая вот немножко цветность надеюсь что не будет проблем с кислородом и через год такая же цветность у меня останется но может чуть-чуть там что-то изменится вкус прекрасный и оказывается можно делать пиво как раньше и пиво с китайскими дрожжами и с недорогим солодом в общем-то главное ну постараться понимать что вы делаете и приложить к этому но определенные усилия я надеюсь вам все понравилось отличный лагер да и лагер и надо сделать зимой чтобы не в 26 градусов за бортом да вот 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 гонять все эти цк т что там все лилось прямо вот-вот водища до лагер и лучше делать все таки зимой но это было такое испытание и в общем то я с ним справился отличное отличное пиво спасибо что посмотрели подписывайтесь ставьте лайки рецепты все 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 внизу в описании все увидите спасибо что посмотрели пока пока